МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель в студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Выборчая кампания в Беларуси набирает обороты. Сегодня завершилось вылучение кандидатов у депутатов местных советов. Сегодня у Гомеля стартовал областный этап республиканской олимпиады по вучебных предметах. Сувязь минулого и сучасного коллектив Октябрьского районного дома Роместов стал лауреатом спецпремии президента Беларуси, дзеичем культуры и мастатства. Каска для детей и колядный концерт для дорослых. Протягиваются святочные мероприемства, присвеченные Рождеству Христову. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня завершается этап вылучения кандидатов у депутатов местных советов 28-го скликания. Регистрация пройдет с 9-го по 18-е студене. Затым стартует передвыборная агитация, и она будет продолжиться по 17-е лютого у Клюшна. На наступный день, 18-го лютого, пройдут выборы. Подаденных в Центр выборкам на конец Снежня кандидатами у депутатов местных советов Беларуси вылучено больше 7700 человек. У Гомельской области вызначены места для передвыборной агитации на выборах у местных советов депутатов 28-го скликания. Отповедные орошения, принятые Гомельским гарвыконкамом и районными выконавчими комитетами. Так само позначены пиролик по мешканям для проведения сустреж кандидатов и их доверных особ с выборщиками. Место для размещения агитационных материалов. У Гомеля вести агитацию можно у любых придатных для этих метал-местцах, а не ближайшим на 50 метров от будинка у местовых выконавших и распорядших органов, судов, органов прокуратуры, установ адекватации и на 20 метров от будинка установ оховы здоровья. Целком агитация заборонена на площах Ленина и Паустанья. Подробязный пиролик местов для проведения передвыборчей агитации можно найти на сайтах Гомельских гарвыконкама и районных выконавчих комитетов. Российский лоукостер «Пирамога» отримал аккредитацию на полеты Санкт-Петербург-Минск и Москва-Гомель. Авиакомпания выконала необходные умовы и прошла аккредитацию у ответственности с белорусскими авиационными правилами. Зараз «Пирамога» везде «Пирамога» с национальным аэропортом Минск и компанией «Белавиа». Однако, как часто российская авиакомпания будет летать в Минске, Гомель по куль не вядома. Податковые инспекции начали принимать декларации по подоходным податкам с физических особ за 2017 год. Дать справоздачу можно по первой соковике. Декларацию предоставляют те, кто летость отримал доходы, которые подлагают податкообкладанию. До таких относятся, например, доходы за мяжи або от продажи двух и больше автомобилей на протягу года. Супрацовники податковой инспекции рекомендуют не откладывать подачу деклараций на опошний день. В Беларуси появилась новая форма социального обслуговывания пожилых людей. Она называется «замешальная семья». Догляд за непроцездольным пожилым человеком на договорной основе может оформить любая семья – те особные граждане. На такую социальную поддержку могут различать непрацующие инвалиды, первые або другой группы, а также граждане, которые достигнули 70-летнего возраста. У договора будут позначены умовы, которые необходимо створить для подопечного и других даденых. При этом подпечатленные жители могут различать на грошовые в загороду. Стать помощником пенсионера может любой дездольный человек в возрасте от 18 до 65 годов, которые постоянно проживают в Беларуси, не являются инвалидом первой або другой группы, а также не обязаны опекать другого непроцездольного. Под обязанности нового ведения удокладняется в территориальных центрах социального обслуговывания насильництва. Сегодня у Гомеля открылся областный этап Республиканской Олимпиады по учебных предметах. На протягу ты дня свои здольности будут демонстровать каля тысячи школьников. За членами жюри и удельниками спа-борництва усустрелся Олег Сентюров. Самая разница во всех интернатах системы про автоэдукации примают гостей. Удельниками третьего областного этапа Республиканской Олимпиады по 17 в учебных предметах стали мать тысяча четыреста человек. Причем на протягу ты дня школьники из всех районов в области будут не только примать удел у спа-борництва. Необходно сварить им умовы для отпочинку и предугледить макчимости для подрыхтовки. У интернате аграрно-техничных алицея подрыхтовали специальные телевизийные покои, кухню, спортивную залу и библиотеку. Плюс створили умовы для комфортного проживания. Прикладно вось у таких умовах будут жить у дельники спа-борництва. Покой на четыре ложки. У этом номере есть еще и холодильник. Телевизора правда нема, але школьники приехали сюда не забавляться. До того ж у кожных есть планшет и ноутбук, застается только подключиться до интернету. Кали мерковать по колькосных составах команд, наибольшь значной популярностью у сучастных школьников корыстаются математика, белорусская и русская мова, а так само информатика. Разум с тим стать лепшим можно у Олимпиаде по любой замежной мове, у темлеку китайской, а так само астрономии и прационном навучании. Зараз головно трапить у состав областных команд на республиканский этап. Его диплом дает 11-классникам махчимость без экзаменов поступать в любую вышедшую научительную становку Беларуси. В связи с этим, после удела у района с поборницей, шмат кто с перомостов, навод перешел на индивидуальный график занятку. Для подготовки также требуется не только школьная литература и теория, а нужно решать очень много задач, потому что главное в этом – это опыт. На Олимпиадах сложные задачи, но мало того, что они сложные, они большие, и они представляют собой научные небольшие работы, я бы сказал, научно-исследовательские, которые нужно решить от начала и до конца. Областный этап Республиканской Олимпиады по учебным предметам завершится в пятницу, 12-го студенья. Сегодня у Яго-Удельников был по судности организационный день, а так само махчимость познайомится один за одним. Уключение только у Удельников с поборницей по информации, их выник из нашей ступени – задержать этот станок компьютера. Необходно проверить их на наявность максимальных техничных проблем. До речи, самый молодший у денег по этому предмету учится только в шестом классе, а не в выключении неиснуя ни для кого. Как стать лепшим и трапить у Республиканский финал, необходно показать веды не горше, чем у выпускников средних школ. Каждый пятый ребенок, который принимает сейчас участие, так сказать, будет представлять нашу область на республиканском этапе. Подготовка к Олимпиаде шла в каждой школе, в каждом районе, с тренерами команд. И вот как раз эти пять дней – возможность для ребят показать, какие результаты вместе с учителями они имеют, какие успехи имеют и насколько конкурентно способны. Мы ждем от ребят одного – высокого результата на республиканском этапе, который пройдет в марте этого года. И, конечно же, рейтинга, хорошего высокого рейтинга Гомельщины на республиканском этапе, такого, который мы, в общем-то, имеем последние годы. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Страдавние узоры, які изъявляются подмерны стук ткацкага станка, сувязь минулога и сучаснага. Коллектив Октябрьского районного дома «Рамествал» стал лауреатом спецпремии президента Беларуси, дейчим культуры и мастатства. Завтра пероможцы отправятся у Минск, аботримать заслуженную, але вельми ничаканную узнагороду. А сёня до их завитала наша здымочная бригада. Мы готовимся к фестивалю «Берегиня». Наши девочки вышивают такие вот сувенирные салфеточки. У Катюши наши даже вот вышитые белорусские резиночки. Кто тебе подарил, расскажи. Платик вышивал на Новый год. Спецпремия президента Беларуси – так само небыто подарунок. Сюлят Октябрьский дом «Рамествал», а значит, 20-ти годовый юбилей. Кожный год добавляя и новые накерунки работы. Зараз тут можно навучиться больше к десятку «Рамествал». Наприклад, ткать, вышивать плески, поясы, ляпец глины, робить обережных лялек. Майстры ведут глубокую доследшую працу, каб як мага больше объемна и цикава адновить культурные традиции и отметности «Рамествал» у людей, ке жили на территории Октябрьского района некалькі стагодзеў тому. За гэтый час тут змогли адрадзіць не толькі «Рамесницкіе» традиции протков, творыць уникальный музей стародавних традиций, але й затікавець гэтай працей новае пакалення. В данный момент мы делаем куколку-колокольчик. Колокольчик добрых вестей. Вот она состоит из трёх таких вот кружочков. Один побольше кружочек, один поменьше и ещё поменьше. Вот мы сначала, дай Ксюша, пожалуйста, мы сделали вот сначала головку, затем одеваем, вот туда синтепон набили, и дальше ещё одну юпочку одели, закрутили, и третью юпочку закрутили, и оформили вот такие ручки. Ручки должны быть кверху, это как бы к солнышку. У покоя побач дети вучатся ляпить с глины. Без допомоги наставника не обыстіся. Ля дзевчинки працють вельми захопленно и старанно. Их сёнішнее задання – зрабить маленькая савяня. Мае – хлыбокий мифологичный сэнс. Сегодня мы решили сделать такую савушку, как оберегать наших детей, чтоб она оберегала и сон у них, так как она тоже не спит ночью. Ну и чтобы знания в школе у них закреплялись хорошо, так как сава – это символ знаний. Дети отшувают, что тут саправды живе душа. А свой клопот, майстерство и любовь им кожный день дурят терпливые майстри, их незменный керавник Татьяна Холодок. Для ее захованье минулого, справа життя и гонорова обовязок. Бо ее саму навучила рамеостом бабуля. Разговариваем с информаторами вот этих ремесленных традиций. То есть, я еще раз повторю, с нашими мастерами. Конечно же, мы все это не только фиксируем на фотокамеру, но и зарисовываем в наименьшем масштабе с учетом всех деталей, с учетом всех особенностей. И потом, конечно же, происходит очень большая работа. Мы обрабатываем эти материалы. На основе этих материалов мы не только создаем шедевры, как я называю наши, но и создаем какие-то методические пособия. Коллектив дома рамеостов организуя выездные выставы, вырабляя уникальную сувенирную продукцию, шея эксклюзивные весельные уборы. Кожный их день – это як целое житё, як особный шлях. Духовные скарбы, празых рукотворного воссобления, сенс деянности майстров и соправданного знагорода. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель» с Октябрьского района. Каска для детей и калядный концерт для дорослых. На Гомельчине протягиваются святочные мероприемства, присвеченные Рожству Христову. Удельниками некоторых зыг стали наши корреспонденты. Час судов, подарунков и приемных сюрпризов. У выход на традиционную доброшинную ёлку на территории Гомельского спасопреображенского храма свободны. Ещё задолго до початку обвешанного калядного спектакля тут шмат детей и дорослых. Нехто частую сачаем с блинами, нехто катается на конях. Особливая увага – до яслив. Завядомым усім сюжетам. Віншавання новонароджанага Христа. Причым для реалистичнасті тут же помістіли некалькі живых живёл. А ліба дайгалуныя падвей добрачынной ёлкі – калядная каска. Примусіць сміяться прысутных спрабоя царэвна Несміяна разом з Буратино, Баба Ягой і Катом Базілія. Усі артысты у гэты постановцы – самадеяныя. Навучэнцы недзельных царковных школ і іх доброахвотныя памушнікі. До калядыў ў прыхода Гомельской епархі падрыхтавалі шмат святочных праграм. Гэта адказна і часам непроста, але ўсё компінсуюцца добрым настроям ў дзельнікаў. Люді прыхоўт ў храмы, люді радыцца Рождеству Христову, люді весіляцца. Вот это вот веселі і улыбка на ліце гаваріць нам о том, што народ Божий імеэт любов в своём серце і доброту. Калядны концерт, які сё літо прайшоў, ў областным громадско-культурным центры, мероприемство так само традиційне. Тым больше неабходно ўнести ў праграму нешто нове. Сё літо на сцену запросіли 19 коліктываў з Гомеля і некаторых району в області. Камерны хор Гомельской областной филармонії пастоянны ў дзельнік. Але хвалявання ад гэтаха меншымі не становіцца. До пачатку мероприемства ўсягоня калькі хвілін. Кераўні коліктыву заслужаны дзеўш культуры Республіки Беларусь Аліна Сакалова да і артыстам апошні распораджэнні. Мы подготовили прекрасные празвідэння Оду Кирилла Туровскава, а також Рубінштэйна, Ноченька, із оперы «Демон». Сегодні будім паздравляць своїми празвідэннями. Всех с бачым празніком велікім. Калядны канцарту Гомеля гэта паўтары гадзіны добрыга настрою. На сцене каля 450 ўдзельнікаў, знародных аматорскіх і самадзейных коліктываў. Практышна ўсе наибольш распаўсюджэнны стылі жанры, аб'яднанныя темы міру, любові, веры і духовнага варатавання. Пры гэтаму залі не аднаго свабоднага меса, жадаючых трапець на калядны канцарт, аказалася столькі, што нікаторым прышлось аглядзець выступлэні стоячы. За час ёго правідзэння канцарт стал настолькі папулярным, што з'явіліся прыхільнікі, які абавязкова прыходзець кожны год. Получаем агромне удавольствіе, приятно. Концерты всегда хороші, всегда... Подготовка. Мышлі тюжестно. Человек задумывается вообще о жызні ещё больше. А духовно? Надо ближе к Богу бути. Олег Сунцюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель. На гэтам тыдні у регіоні чакайцца похолодання. У авторок дзённая температура яше будзе ввыше за нуль до плюс двух. Усті раду слабкі термометраў пакажуть минус один, минус три градусы. У чатвер автомобілистам варта быть пільными, туманы ускладняць башнаць на дорогах. До конца тыдня дзённая температура поветра захаваецца на узровні от одного до шатрых градусов морозу. Нашная – от двух до шасті з минуса. А вось снегу пакуль не будзе. Гэты і інші новини вы можете знайсці на нашім сайте у інтернете по адресі 3w.tvrgomil.by Далей у ефіры де-факто і спортивный огляд. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і до зустрэшава ефіра. Ефір телеканала Беларусь 4 продолжает программа де-факто в студії Алексей Немкевич. Здравствуйте. Страховка не помогла. В Гомельском цирке гімнастка сорвалась во время выступления. Инцидент произошёл в первом номере программы «Дед Мороз і львы Африки». Выполняя трюк, гімнастку вовремя не перехватили партнёры і она упала на манеж. На видео видно, как девушка вылетела за пределы страховочной сетки. По словам очевидцев, она упала примерно с высоты четырёхэтажного дома. Её немедленно доставили в больницу. Состояние её было тяжёлое в настоящее время. Она дообследована полностью. Состояние стабильное. Никаких показаний для выполнения каких-то оперативных вмешательств нет. Напомним, подобный инцидент произошёл в апреле прошлого года в Белгосцирке. Тогда гімнастка упала с пятиметровой высоты. К счастью, девушка получила не слишком серьёзные травмы. В Брагинском районе застрелена волчица, державшая в страхе жителей городского посёлка Комарин. Нападения на людей произошли на автобусной остановке и автозаправке. От серьёзных травм в обоих случаях спасла плотная куртка. На ЧП отреагировали милиции и охотники. Хищника удалось остановить. Волчица спустя несколько дней попала на приборы ночного видения. На каждый случай такой мы реагируем. Вместе с тем, мы не имеем права эту работу проводить в населённых пунктах. Поэтому выслеживание проводилось за пределами населённого пункта именно в наших охотничьих угодьях. В Гомельском районе водитель сбил девушку и скрылся, но спустя несколько дней сам пришёл в ГАИ. Наезд произошёл на пешеходном переходе на автодороге Витебск-Гомель-Граница-Украины вблизи рабочего посёлка «Большевик». Пострадавшая смогла запомнить сбивший её автомобиль. Узнав от знакомых о том, что сотрудники госавтоинспекции разыскивают водителя, который слился с места дорожно-транспортного происшествия, мужчина в описании узнал себя и после этого сам пришёл к сотрудникам госавтоинспекции. Вот по данному факту в отношении водителя проводится проверка. В сводки ГАИ попали также Речицкий, Жлобинский и Светлогорский районы, а также Гомель и Рогачёв. Здесь произошли ДТП, в которых не обошлось без пострадавших. Предвыходные и выходные дни без преувеличения можно назвать жаркими. И дело не в температуре. В регионе произошло сразу несколько пожаров. Так в Мозыре в огне едва не погибла пенсионерка. Мужчина, увидев пожар, проник через оконный проём и спас свою соседку 1931 года рождения, которая проживала одна. В результате никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий и нарушения правил эксплуатации печей. Предположительно, из-за этой же причины произошёл пожар в Зябровке. Спасателям пришлось тушить крышу одного из частных домов. В Гомеле также не всё спокойно. Огнём уничтожены два автомобиля. Возгорание произошло в одном из гаражей. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель на своём льду обыграл столичную юность в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. К сирене на второй перерыв Рыси выигрывали 3-1. В составе хозяев отличились Еронов, Сусла и Брахман. Несу гостей забросил Михнов. К экватору третьего периода меньшане сумели сравнять счёт. Михнов и Парфиевец восстановили паритет на табло. До финальной сирены Гомель ещё дважды заставил капитулировать Дмитрия Мельчакова. Точные броски записали в свой актив Сирей и Ревенко. Завтра Рыси в Молодечном встретятся с местным Динамо. В этот же день Жлобинский Металлург на своём льду сыграет с Солигорским Шахтёром. Сегодня определятся полуфиналисты розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. Всё более или менее ясно только в одном противостоянии. Это Динамо БНТУ Виттен. Энергетики в первом поединке уверенно одержали победу 7-0. В трёх других парах интрига запредельная. Столичная охрана Динамо после гостевой победы над Микошевичским гранитом 2-1 постарается удержать победный результат. Гомельская дружина БЧ принимает на своём паркете столицу. Первый поединок соперников завершился ничьей 3-3. Ещё одна гомельская команда ВРЗ играет в Минске с Дорожником. В первой игре была зафиксирована ничья 2-2. Мужская сборная Беларуси по гандболу заняла второе место на традиционном международном турнире памяти Доминго Барсеноса, который проходил в Испании. Соперниками команды Юрия Шевцова были хозяева испанцы и сборной Аргентины и Польши. Обыграть белорусам удалось только аргентинцев 29-22. Испанцам и полякам наши гандболисты уступили 30-35 и 27-28 соответственно. Победителем турнира стала команда Испании и белорусы на втором месте. Напомню, что ворота сборной страны защищал галкипер Гомеля Артем Подосинов. Команда Юрия Шевцова турниром в Испании завершила подготовку к чемпионату Европы, который 12 января стартует в Хорватии. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова